Мы переходим к следующей теме нашего эфира и будем говорить, вернемся к теме, точнее, первого съезда народных депутатов России. Напомню, что собираются представители оппозиционной ветки в Яблоне, это Польша, это предместе Варшавы, в здании Польской Академии Наук. В 1989 году, с февраля по апрель, проходили переговоры между властями тогдашней ПНР и, кстати, профсоюзом «Солидарность». Это событие тогда, в 1989 году, вошло в историю Польши, круглый стол, но называлось, привело к крупным экономическим, политическим сдвигам в жизни государства, реформам в самой Европе, что, в принципе, послужило тому, что Польша ныне является одной из главных экономик и политических сил и центров во всей Восточной Европе. Напомню, что на нашем YouTube-канале есть уже несколько интервью с Геннадием Гудковым, российским оппозиционным политиком, представителем Оргкомитета Первого съезда, а также Ильей Пономаревым, одним из организаторов Первого съезда, народных депутатов, бывшим депутатом Госдумы Российской Федерации, одним из тех, кто не голосовал за аннексию Крыма в Госдуме. Эти интервью есть в нашем YouTube, но о продолжении съезда, что ныне происходит. Какие дискуссии звучат в польской облоне, будем говорить сегодня с Алексеем Барановским, представителем Оргкомитета съезда народных депутатов, Первого съезда народных депутатов России. Алексей, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Да, добрый день, Фридом, рад приветствовать вас. Вы знаете, Алексей, не просто я сказал об истории Яблоны, почему важен вот это место, где проводится первый съезд народных депутатов. Тогда вот съезды договора между тогдашним ПНР, профсоюзом, солидарностью привели к изменению Варшавы на лучшее. Вот по итогу второго дня, если так можно сказать, несмотря на то, что по Киеву сейчас без 24, но тем не менее, определенные итоги и видение того, что да, съезд народных депутатов российских поменяет саму Россию. Видите ли вы уже здесь и сейчас? Да, действительно, Яблоны это такое, знаете, место силы. Здесь действительно начались изменения в Польше, которые потом перекинулись на другие страны. И сегодня мы запускаем вот этот революционный процесс, но с этого места силы. И надеемся, что результаты будут не хуже, чем у поляков в свое время. Действительно, сегодня второй день съезда. Вчера очень плотная была работа по общей декларации об общих принципах, которая была целый день обсуждалась и все-таки была принята. Сегодня уже принято тоже несколько важных документов. Во-первых, вот я был докладчиком, значит, и съезд поддержал законопроект, точнее, акт об реабилитации политзаключенных и амнистии просто заключенных. Мы предлагаем сразу после смены власти в России, значит, во-первых, немедленно выпустить всех политических заключенных, значит, признать за ними право на реабилитацию, но и провести широкую амнистию по общеуголовным преступлениям, как в свое время после смерти Сталина была широкая амнистия в Советском Союзе, так и после смерти Путина, там, неважно, она будет физическая смерть или политическая смерть, в общем, должна быть широкая амнистия после того, как путинский режим закончится. И мы, вот принципы, которые я докладывал делегатам, они меня поддержали, что, значит, в первую очередь все ненасильственные преступления, значит, должны быть амнистированы все люди по этим, значит, составам уголовным. Ну и там есть ряд еще каких-то вопросов. Например, все судебные решения, которые были приняты российскими судами в незаконно оккупированном Крыму, они вообще все подлежат отмене. В общем, там есть юридическая техника определенная, и съезд поддержал единогласно вот этот проект об амнистии и реабилитации, который мы сегодня предложили ему. На самом деле решение об амнистии называют историческим. Александр Лебович Невзоров сказал о том, что это показатель того, что вот в Польше собрались представители оппозиции не просто так поговорить и разойтись. Нет, это работа, которая будет вестись и ведется. Уже я перефразирую Александра Лебовича, но смысл один и тот же, что это показатель эффективности, собственно. Но и еще один вопрос, который я часто встречаю в социальных сетях. Если можно, я добавлю, что это единственный акт, который сегодня был принят. Был принят целый перечень первоочередных актов, которые будут изданы новой властью. Просто мы пока что приняли порядка 17 пунктов. Там и акт о люстрации, и акт об амнистии и реабилитации, акт об образовании, о культуре и так далее, о будущем вооруженных сил России. То есть целые такие магистральные направления. Какие-то документы уже разработаны. Вот акт о реабилитации и амнистии уже готов. Уже в Черновике есть, но еще не принят съездом, в отличие от амнистии, например. Но принято целый перечень из 17 первоочередных актов новой власти. И по каждому из них будет создана рабочая группа, которая будет принимать предложения экспертов. Мы планируем работать с виднейшими экспертами российского права и так далее, чтобы эти все документы были созданы профессионалами. Вот каждая рабочая группа по каждому направлению будет работу эту вести. Маленькое уточнение по акту о люстрации. Там еще революционный акт, это обращение к российской оппозиции, то, что рассмотрел съезд. В проекте акта о люстрации, цитирую, в частности предлагается освободить от люстрации человека, который устранит физически или доставит в Международный уголовный суд Путина, Владимир Владимировича, либо окажет существенное содействие в совершении такового действия. Там есть этот пункт? Потому что я смотрю, об этом сейчас пишут уже и российские средства массовой информации и так далее. Действительно, этот пункт есть. Это, знаете, из американского правоприменения взята такая сделка с правосудием. То есть мы предлагаем хорошую сделку. Вы нам приносите голову Путина, а мы вас за это освобождаем от наказания. Ну да, действительно, это такая сделка. Хотя я должен ответить, что съезд еще не дошел до рассмотрения именно акта о люстрации. Но вот то, о чем мы говорим, что сделка за голову Путина, да, действительно будет предлагаться съезду именно в таких формулировках. И СМИ писали о скандалах определенных, исходя как раз из этой поправки. О том, что кому-то выключали микрофоны, кто-то не мог высказаться до конца по поводу этой поправки. Можете подтвердить, либо сказать, что это неправда? На самом ли деле, вот такие горячие споры проходили на съезде народных депутатов. Ремарка, на самом деле, хорошо, что споры происходят, ведь в Госдуме России споров вообще нет. Чин-чинарем все хорошо, но отключение микрофонов, знаете, не совсем демократично. Совершенно верно. Это нормальный, на самом деле, политический процесс. То, что люди открыто могут выступать, спорить, обвинять друг друга. Никаких административных ограничений не было. У нас действительно есть проблемы с интернетом. Это правда. Вот даже наше включение, мы несколько раз переподключались, потому что, ну, действительно, Wi-Fi тут слабенький. Я уж не могу сказать, что он со времен как раз там круглого стола 88-го года, но, наверное, все-таки не дотягивает до современных необходимых стандартов. Но, тем не менее, удается все равно связываться по онлайн-средствам связи с делегатами. Они выступают, но определенная пропускная способность у интернета есть, поэтому технические накладки случаются. Но это нормально, то, что люди нас критикуют. Это реальный демократический конкурентный процесс, которого совершенно точно нет в Российской Госдуме. Еще меня как журналиста интересует, я вот смотрю в планах, что есть участников съезда. Еще будет акт об экономической свободе рассматриваться, приватизации, и акт о средствах массовой информации. Вот как раз интересует этот пункт. Можете немножечко приоткрыть завесу, о чем идет речь о средствах массовой информации? И насколько этот акт может коснуться тех российских пропагандистов, которые сейчас продолжают говорить абсолютно, ну, вранье, лить на российских телеканалах? Российские пропагандисты к средствам массовой информации не относятся, потому что очень с трудом их можно, там, какого-нибудь Соловьева считать журналистом. Эти люди относятся к акту о люстрации, к деятельности будущей генеральной прокуратуры, что с ними делать. А акт о СМИ — это провозглашаться будет, соответственно, свобода средств массовой информации. Мы должны создать такие правила игры, в том числе в средстве, в сфере медиа, когда нет неприкасаемых. И будущая власть, которая придет через какое-то время в результате демократического выборного процесса, она не должна быть защищена от критики СМИ, потому что СМИ — это тот предохранитель общественный, который позволяет не терять власти обратную связь от общества. Поэтому мы должны создать такие правила игры для медиа, чтобы они были защищены от любого влияния со стороны государства, для того, чтобы вот эта обратная связь между гражданами, обществом и государством не терялась. Вот такие принципы наши, подходы к этому проблеме. — Участник съезда Дмитрий Некрасов, экономист-политолог, гость нашего эфира, в том числе на Freedom, он говорил, что широкие народные массы в Российской Федерации, они вряд ли узнают вообще о съезде народных депутатов России в Яблоне, и на сами широкие массы народные это никаким образом не повлияет. Более того, Некрасов выразил такое сомнение, я думаю, о том, когда именно представители съезда могут уже представлять не просто себя, либо избирателей десятилетней давности, а здесь и сейчас российскую власть. Некрасов говорил о 30 годах, либо о каком-то либеральном процессе перехода власти, занять власть в Российской Федерации, сместить этот путинский режим. Это главная задача, собственно, съезда нардепа в России. Как самый главный аспект? Если можно, у меня тут технические проблемы были, повторите, пожалуйста, последнюю часть вопроса. Да, Алексей, важная часть, как мне кажется, работы итоговая. Это как сместить Путина с власти, снести этот режим, ну и занять, собственно, свои законные места в Госдуме, а может быть даже и в Кремле. Значит, сегодня был принят акт о движении сопротивления, в котором съезд провозглашает, что мы приветствуем любые формы сопротивления, как мирного, как правозащитного действия, так и вплоть до силовых методов борьбы. И вот это очень важное замечание о том, что в текущей ситуации, когда путинский режим ведет агрессивную войну против Украины, когда репрессии внутри России достигли небывалых каких-то масштабов и форм, только силовое сопротивление может быть эффективным. Но в то же время съезд отмечает, что и другие формы протеста также нами приветствуются, но эффективными и обоснованными могут быть только силовые методы свержения режима. И вот, отвечая на вопрос, как это произойдет, ну вот методом революции. Хотелось бы, конечно, чтобы это была бархатная революция, но, увы, понимая характера путинского режима, едва ли это, возможно, мирная бархатная революция, она будет жесткая, но иного способа нет, и мы готовы к этой борьбе, потому что, ну, иначе не было смысла просто ввязываться в эту территорию. А есть ли на территории России определенная военизированная структура, которая может проводить вот подобные силовые смены режима? Значит, пока что, скажем так, в первую очередь можно говорить о том, что есть некая среда, потому что вот те самые поджоги военкоматов, значит, диверсии против железнодорожных объектов, на которых проходят военные эшелоны и так далее, это совершается, как правило, разрозненными такими какими-то ячейками партизан. Поскольку это довольно регулярное и нарастающее явление, можно говорить о том, что это есть определенная такая революционная среда, которая еще не структурировалась, а может быть, это и не нужно, чтобы она структурировалась в какую-то определенную организацию, потому что организацию легче, что называется, развалить, легче как-то в нее внедриться и так далее. А вот именно среда автономных ячеек, это вот такое подполье, существующее в регионах России, это уже факт, это явление сопротивления нарастает. Но есть и вторая часть силового сопротивления, это вот Легион Свобода России и другие, значит, военизированные военные формирования из выходцев с России, значит, из граждан России, которые вместе с вооруженными силами Украины, в составе вооруженных сил Украины, воюют сейчас на фронте против путинских, значит, войск. Соответственно, мы понимаем, что армия Украины освободит Донбасс, Крым, но дальше границ Украины не пойдет. А русские, которые воюют сегодня за Украину, они пойдут к себе домой. И пойдут домой не с пустыми руками, а с оружием, с опытом, с какой-то поддержкой. Например, я знаю о том, что множество боевых побратимов украинцев, которые взаимодействуют сейчас с тем же Легионом Свобода России на фронте, они в качестве добровольцев, уже уволившись из вооруженных сил Украины, также хотят прогуляться до Москвы и посмотреть на горящий Кремль. То есть тут уже нет выхода, потому что, чтобы не было рецидива, нового нападения на Украину со стороны России, только смена режима и полный демонтаж политической системы, которая сейчас существует в Москве. Я понимаю, что много актов, о которых сейчас идет речь эти дни в Польской Аблонии, они действительно могут быть реализованы только после трансформации глобальных изменений в Российской Федерации. Как вчера говорил Илья Пономарев, это новая Россия, да, уже даже не Российская Федерация, он говорил, новая Россия. Всеобъемлющий крах режима Владимира Путина является более правдоподобным сценарием, чем вооруженное восстание недовольных российских генералов или мятеж кремлевских элит. Об этом говорится в статье американского политолога Дэниела Трейсмана для Foreign Affairs. Он говорит о том, что поражение в войне редко бывает удачным шагом в карьере. История помнит много дитаторов, которые увязли в войне, которое начиналось как короткое победоносное наступление. Но, однако, он отмечает, что неудачи на фронте не всегда обрекают диктаторов на свержение. Вот если мы используем эти связи, о которых говорит Трейсман, политолог, как вы считаете, как можно их сегодня проецировать на то, что происходит в Российской Федерации, то, что происходит в самом Кремле? Насколько действительно может произойти так, что неудачи на фронте обрекут Путина на свержение, не обрекут и так далее? Это комплексный процесс. То есть и раскол элит, элиты недовольны политикой Путина, и недовольство простого народа, это все имеет место быть. Но вот это брожение, ему нужен такой, знаете, детонатор, такая искра. И вот мы, и Легион свободы России, и вот Съезд народных депутатов, который в будущем станет парламентом новой России, мы даем такой вот импульс. Мы вот та искра, из которой должно сгореться пламя. Вот дать вот этот старт вот этой революции, вот в этом наша задача. А потом, когда вот этот уже комп покатится, там сменят всех. И Путина, и чекистов, и ФСБ, и вот всю вот эту компанию, которая там сейчас захватила власть в России. Главное начать этот процесс, и мы пытаемся вот именно это и сделать. Дать старт, а дальше уже само покатится. И в конце. Я думаю, вы знаете о том, что на территории России ныне действуют несколько фондов с приставкой «Свободная». «Свободная Якутия», «Свободная Бурятия» и другие. Есть движение о независимости Ичкерии, Чечни и о независимости Дагестана, других коренных народностей Российской Федерации, которые более не хотят оставаться в одной стране. С россиянами, с другими представителями народностей. В случае, если представители съезда нардепов российских станут не просто оппозицией, а представителями власти, какое будет отношение к коренным народам и к тем народностям, которые хотят стать независимым государством? Ну, во-первых, надо сказать, что на съезде участвуют в качестве гостей, наблюдателей, представителей как раз самых разных народов, населяющих Россию. Более того, в повестке дня сегодня или, скорее, завтра стоит пункт о подписании, о создании международного антиавторитарного движения. Ну, это вот завтра, скорее, все-таки будет повестка посвящена о том, что различные народы подтверждают свое стремление выступать против авторитаризма в своих странах. То есть, а что касается, значит, права наций на самоопределение, то это вчера было принято в, значит, всеобщей декларации нашего съезда о том, что право наций и народов на самоопределение – это основополагающий и неизыблемый принцип, который, значит, будет приветствоваться в России после краха режима Путина. Единственное, что это должно быть каким-то образом в рамках демократической процедуры. То есть, никто никого насильно удерживать не будет, но и насильно отделять – это тоже неправильно. Должна быть нормальная демократическая процедура. Кто хочет жить независимо, живет независимо. Кто хочет в какую-то конфедерацию объединиться, не знаю, из экономических соображений, может это сделать. То есть, тут варианты есть разные, но право нации на самоопределение – это краеугольный камень, который уже поддержан съездом. Алексей, благодарим вас за участие в нашем эфире. Будем готовы с вами еще прощаться по итогу тех событий, которые сейчас и происходят, съезды происходят в Польской Яблоне. Еще раз напомним, Алексей Броновский, представитель Ургкомитета СССР, был с нами на связи. Продолжение следует...